Здравствуйте дорогие друзья! С вами Алексей Соколов на канале Реальный Мир. Вторая половина лета. Время гона у самого многочисленного млекопитающего Литвы европейской косули. Вот их-то мы сегодня на эту штуку и поснимаем. Итак, перед нами козлик. Вернее, строго говоря, не козлик, а олень, потому что европейская косуля относится к семейству оленевых. Однако, и по размеру, и по повадке, ну в основном, конечно, по размеру и по комплекции, их принято называть козлами. И мы не будем выбиваться из общего стиля, так что самец косули с рогами козел, коза, самка косуля без рогов. Животное распространено по всей Европе довольно многочисленно. У нас в Литве их около 50 тысяч особей, но Литва страна небольшая, всего лишь чуть больше, чем полторы Швейцарии. Может быть, более точно, более репрезентативно будет такой показатель, как относительная плотность косуль. Так вот, в Литве порядка 8-9 особей на 1000 гектаров. Или, чтобы еще понятнее было, квадратик 3 на 3 километра на местности, там примерно 10 косуль встречаются. Но на границе поля и леса в хорошем месте их, естественно, намного больше. Так что, в принципе, буквально через каждые 100 метров из леса может выйти вот такой вот симпатичный козел. Вот видите, вышел из леса, пасется. В принципе, они далеко в поле выходят только в темное время. Суток на рассвете, на закате, в сумерках. Ночью, летом выходят. Вот, и в лес днем тоже далеко не углубляются, лежат у опушки места лежек косуль можно обнаружить, вот если, ну, в любое время гуляя по лесу, характерные такие пятна косулячей комплекции на траве. Вот обратите внимание, козлик сейчас зашел в лес, в тень спрятался, да, мы его поскольку на свету видели, мы его в кадре держим, отслеживаем, мы видим, можем за ним следить. Ну, представьте себе, если еще, особенно вы там с нескольких сотен метров пытаетесь разглядеть, трудно очень разглядеть бывает. Вот. В принципе, спрятаться может козел даже среди чистого поля. Вот он идет, вот он перед вами, крупным планом, пожалуйста, смотрите, вот, опа, и одни рожки торчат, вот только что был и нету, только что вы видели его, да. А представьте себе, вы не видели, вот обратная ситуация. Вот я вам сообщаю, в центре кадра торчат рожки, посмотрите, это как раз козлик спрятался в траве. Причем, что характерно, это невысокая трава, это скошенный лук, а разглядеть практически невозможно. И тут, опа, и вот он в полный рост стал такой красивый. И пошел, да. То есть, та самая ситуация, когда, можно сказать, прямо на ровном месте, как из-под земли появился, вот довольно частая ситуация. Поэтому люди даже в европейских странах, которые живут, где косуль, реально много, это привычное животное. Но многие городские жители бывают, что там раз в год видят кто-то, даже вот в Литве я несколько человек знаю, кто говорит, ой, а я вообще ни разу не видел там. Ну, показываешь, вон, посмотри, направо, налево, ой, правда, а как же я раньше не видел. Ну, вот так, но на самом деле, если граница поля и леса присмотреться, через поле практически в любом месте, особенно во время активности, утренней или вечерней, вот, ну, заметить можно. Вот, смотрите, козлик пробежал сейчас метров 150, переместился, да, вот, то есть они активно перемещаются, особенно вот такие периоды активности. Сейчас период гона, период размножения, да, то есть самцы ищут самок, гуляют по полям активно. Вот фотографы очень любят такой момент, когда козел выходит из тени в свет и очень любят фотографировать в красивом солнечном свете, рассветном или закатном. Ну, на самом деле, я как фотограф скажу, что это не самый простой свет для фотографирования тени, все равно резкие очень и очень много технического брака именно из-за резких теней. Мне больше нравится вот в таких вот условиях, в сумерках или на закате фотографировать, вот, потому что, посмотрите, прям трава сказочная, все фактурно, и у козлика все видно в этом мягком ровном свете, вот даже рога такие красивые, да, все мягко и аккуратно, никакого ни пересвета, ни теней нету, да. Посмотрите, какие рожки, главное достоинство, кстати, спросите, зачем козлу рожки, ну, очевидно, чтобы бодаться. Вот, посмотрите, два самца нашли друг друга сейчас в поле и бодаются, кто кого победит, кто будет сильнее. Собственно, про цикл рогов сейчас во время гона рога у косуль самые красивые, дальше, когда гон закончится осенью, у них рога позднюю осенью отваливаются, и пару месяцев самки и самцы косуль внешне очень мало отличаются друг от друга, потом зимой начинают постепенно отрастать рожки. К концу зимы они уже почти полноценного размера и покрыты мягкими понтами. Вот, весной, ближе к концу весны, козлы счищают эти понты, оголяют рожки, и рожки вот становятся к лету вот такие вот полноценные, красивые, как мы только что видели, да, что можно бодаться, можно бороться, вот. И, собственно, именно к периоду гона приурочены самые сильные, красивые рога у косуль, но вот здесь посмотрите за ходом этого поединка, да, сейчас у нас камера зафиксирована, вот начался поединок в центре композиции, и вот оно смещается вправо, 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 то есть левый козлик явно одерживает победу, и вот правый отступает, 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 отступает и побежал. А победителю достается вот такой вот приз, вот здесь вот уже особи разного пола, и сейчас начнется волшебное действие, смотрите, именно то, что называется гон, самец гонится за самкой, брачные игры косуль, самое интересное зрелище, вот. Ну, собственно, не самец гонит самку, а она управляет, она, обратите внимание, останавливается иногда, смотрит, далеко ли козел убежал, если он активно преследует, она прибавляет газу, если, наоборот, поотстал, она может подождать, и вот такими вот выкрутасами вправо, влево, посмотрите, какие они петли выписывают, да, но козел все ближе, все настойчивее, вот. Козочка внимательно следит, чтобы далеко не отставал, вот они так бегают по полю друг за другом, это, собственно, пик гона, это август, но бывает, уже в июле начинается, да, даже в июне были эпизоды, и до поздней осени, и в октябре я видел. Ну, а, собственно, сейчас, дорогие друзья, мы подходим к самому волшебному кульминационному моменту, смотрите внимательно, что дальше будет, я уверен, вы все догадались, и ждете с нетерпением, когда канал «Реальный мир» покажет вам самое главное интимное зрелище. Ой, какой красивый туман над полем, цензура свирепствует, так что мне остается только рассказать вам о последствиях того, что происходит за туманом. А последствия этого следующие. Примерно через год, в конце весны, в начале лета, следующего года, появятся на свет вот такие вот милейшие создания. Косуля – это единственный из представителей оленевых, у кого имеет место период латентной беременности. То есть активная беременность длится около четырех месяцев, как я говорил, гон растянут с июня по октябрь, дальше, после оплодотворения, развитие плода не происходит, беременность несколько месяцев в пассивной фазе, и потом активно плод начинает развиваться в конце зимы, да, вот эти три-четыре месяца. И уже в мае, в середине мая, в конце мая, в июне появляются косулята. Первые недельку-две они беспомощные лежат, а потом бегают за мамой, вот так вот даже самостоятельно из леса выходят, вот этому косуленку буквально два месяца, ну максимум два с половиной. Вот, собственно, друзья, про гонка с ульцами и основные сведения. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в реальном мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!